Есть много дел в использовании, которых нуждается постящийся. Возможно, думая, что они нарушают пост, в то время как они таковыми не являются. Например, полоскание рта и промывание носа, не проявляя в этом чрезмерности, подкрашивание глаз тюрьмой, проба вкуса пищи на язык при нужде в этом, а также сверление и удаление зуба, чистка зубов сиваком, зубочисткой или зубной щеткой, остерегаясь попадания зубной пасты в горло. А более надежным будет использование зубной пасты ночью, а также растворы для промывания ушей, аэрозоли от астмы и помещения под язык таблетки для профилактики сердечных приступов. Спрей для местного лечения, применяемый во рту. Постящемуся следует сторониться сознательного проглатывания чего-либо из вышеупомянутого. Также к ним относятся вводимые свечи, примочки и тому подобное. А также подкожные, внутримышечные или внутривенные лечебные инъекции, за исключением питательных инъекций, так как они нарушают пост. Также не нарушают то, что попадает вовнутрь, посредством всасывания тела. Например, масла, мази и лечебные пластыри. А также введение медицинского зеркала, эндоскопа через стенку живота, если это не сопровождается введением растворов, глюкоз или других веществ. Аллах облегчил нам религию и устранил для нас затруднения. И был прав наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, когда он сказал, Я был послан с легкой религией единобожия.